Привет друзья! Сегодня у нас четверг и это мой скромный завтрак. Два вот таких вот хлебца, я вам их показывала в покупках, луковые. Сверху творожный сыр диетический и кусочки красной рыбки. Что-то рыбки захотелось. Такой скромный завтрак, плюс еще будет чай он заваривается, естественно зеленый. И все, наверное, увидимся в обед. Приветствую, друзья! У меня уже обед, не знаю, может быть, у вас тоже обед. У меня сегодня фасолевый супчик на воде, вот такой вот с укропчиком, и такая вот булочка с кунжутом. Перед приемом пищи я выпила стакан воды и вообще хочу в дальнейшем взять это за привычку. В принципе, пить воду с утра я уже вроде как взяла в привычку, вот теперь буду стараться пить воду перед едой. Вообще у меня с водой, конечно, отдельная история. Думаю, что потом вам как-нибудь об этом расскажу. В общем, приятного аппетита и увидимся на ужине. Ребятки, решила устроить себе маленький перекус. Всего вот такие два сырочка, ну и, естественно, зеленый чай. Хотела вам рассказать прикол. Мы когда ездили где-то на позапрошлой неделе в Ашану, если помните, делала обзор на покупки, там была очень большая покупка на месяц. В общем, такое зрелище неописуемое. Мужчина иностранец. Ну, он по телефону говорил на каком-то иностранном языке. И он подошел к полке в магазине, где лежали именно вот эти вот сырки. Просто сгреб рукой все сырки себе в корзину и пошел на кассу. Вот. Я, ну, это так со стороны смотрелась. Просто, ну, как... Он настолько любит эти сырки, что прям просто смел их все с полки, что никому бы не достались они. Ну, там буквально осталось, ну, сырка четыре или пять. И народ сразу подбежал и разобрал их остатки эти. Такой интересный мужчина. В общем, есть такой... Я пробовала такой сырок, но в темном шоколаде, когда мы, по-моему, ездили с мамой во Владимир. Там я проголодалась, и мы купили такие сырки. Я вам скажу, что вот в темном шоколаде мне не понравилось. Во-первых, даже не знаю, как объяснить. Само суфле, оно такое суховатое и больше похоже на пастилу. Вот. И, собственно, из-за шоколада шоколад ломается куском, во рту не тает. Ну, как-то, я не знаю, на любителя. Вот. А когда я увидела в Ашане вот эти вот в молочном шоколаде, я прям влюбилась. Суфле мягкое, тает во рту. Шоколад мягкий, такой прям романтично-обворожительный. В общем, вот эти суфлешки я теперь очень обожаю. И беру только в молочном шоколаде. Пока что я их вообще практически нигде не вижу. Именно суфле. Вот. Суфле просто обалденное. У нас в магазинах нету, поэтому вот берем, когда ездим в Ашан. То есть, кроме Ашана я пока что нигде такого не видела. Если вы такое пробовали и вам понравилось, или просто вы видели, где такое еще можно купить, то напишите мне в комментариях. Я тогда посмотрю в других магазинах, присмотрюсь. Может быть, такое есть. Вот. А теперь приятного чаепития. И те, кто ест приятного аппетита, увидимся на ужине. Это мой маленький перекусик. Приветствую вас, друзья. У меня уже ужин. Такой он будет. Это свиная котлета на косточке. И салат, заправленный сметаной из помидоров, китайской капусты и проростков. Обжав проростки. Если не пробовали, попробуйте. Очень прикольная штука. И еще чуть попозже съем апельсин. Вот. И вечером будет просто чай, наверное. Может быть, с бараночками. До завтра. До завтрака.